Урок математики 6 класс. Тема урока «Деление рациональных чисел». Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке вы узнаете правила деления рациональных чисел и научитесь применять их при делении целых чисел, обыкновенных и десятичных дробей. Кроме этого, научитесь использовать термины рациональное число, диаграмма Элли-Равена, модуль числа, частное двух рациональных чисел. На прошлых занятиях вы научились умножать рациональные числа с одинаковыми и разными знаками. Давайте повторим. В БЛИЦ-опрос определить знак. Произведение двух положительных рациональных чисел. Правильно, плюс. Произведение двух отрицательных рациональных чисел. Верно, тоже плюс. Произведение двух рациональных чисел с разными знаками. Да, минус. То есть это отрицательное число. Какой будет знак произведения двух рациональных чисел с разными знаками, если модуль положительного числа меньше модуля отрицательного числа. Верно. Минус. А какой знак будет иметь произведение двух рациональных чисел с разными знаками, если модуль положительного числа больше модуля отрицательного числа? Правильно, все равно минус. Из четвертого и пятого вопросов мы можем сделать вывод, ребята, что значение модуля числа не определяет знак произведения двух чисел. Молодцы! Для облегчения запоминания правил предлагаю вам выучить стишок. Плюс на минус умножая, ставим минус, не зевая. Плюс на плюс и плюс в ответе. Всем пятерки будут дети. Минус с минусом умножу. Плюс в ответе будет тоже. Выучи стихотворение. Веселей пойдет учение. А сейчас давайте угадаем корни уравнения. Минус 2 умножить на х равно 6. В произведении положительное число. Один из множителей отрицательный. Следовательно, чтобы получить в ответе знак плюс, второй множитель тоже должен быть отрицательным. Корнем уравнения будет являться число минус 3. Следующее уравнение. Х умножить на 7 равно минус 56. Смотрим на произведение. Это отрицательное число. Один из множителей имеет знак плюс. Значит, второй множитель должен иметь знак минус. Верно. Корнем уравнения является число минус 8. А теперь попытайтесь самостоятельно угадать корень уравнения. Минус 4 умножить на 4 равно минус 16. И еще одно уравнение. Минус 9 умножить на минус 9 равно 81. Молодцы, ребята! Для изучения новой темы вновь предлагаю вам стишок. Не на шутку. В самом деле, если Валя, Таня, Игорь умножают или делят два числа со знаком минус, получают, спора нет, положительный ответ. Давайте посмотрим на конкретных примерах. Минус 4 умножить на минус 1. Вам уже известно, что в данном примере получаем положительный ответ. А какое число мы получим в результате деления? Минус 4 разделить на минус 2. Два числа со знаком минус получают положительный ответ. В данном примере получаем положительный ответ. 1,62. А теперь самостоятельно найдите частное двух отрицательных чисел. Ответом будет число 2. Молодцы! Продолжаем изучать тему урока. Даже сказочный Емеля, чтобы спорились дела, умножает или делит разных знаков два числа, получает, не секрет, отрицательный ответ. 12 умножить на минус 1 равно минус 12. В ответе отрицательное число. 12 разделить на минус 6 равно… Умножает или делит разных знаков два числа, получает отрицательный ответ. Минус 2. 2,4 умножить на минус 2 равно минус 4,8. В ответе отрицательное число. А теперь самостоятельно найдите частное двух чисел с разными знаками. Молодцы! Ответ – минус 3. Ребята, давайте сделаем вывод. Действие – деление рациональных чисел. Действие – обратное действие умножения рациональных чисел. Если делимое и делитель имеют разные знаки, то частное – число отрицательное. Если делимое и делитель имеют одинаковые знаки, то частное – число положительное. При нахождении частного сначала определяют его знак, затем находят частное модулей. Как мы видим, правило знаков работает одинаково как и для умножения, так и для деления. Правило знаков распространяется на все рациональные числа. На диаграмме Эйлировена мы хорошо видим, что во множество рациональных чисел входят все натуральные числа, то есть числа, которые мы используем при счете, целые числа – это нуль и числа, противоположные натуральным, и дробные числа, которые можно записать в виде отношения целого числа на натуральное число. Ребята, между действием умножения и действием деления очень много общего. Но есть одно очень существенное отличие. На ноль умножать можно, а делить на ноль нельзя. Давайте выполним следующее задание. Предлагаю вам заполнить таблицу. Нам дан ряд чисел, частное которых мы должны найти и записать результат в определенную ячейку. Итак, минус 3,6 разделить на минус 4. Определяемся со знаком. Деление отрицательного числа на отрицательное число даст нам положительное число. Ответом будет являться число, верно, 0,9. Следующий пример. Минус 7,12 разделить на минус 5. Смешанное число делим на целое число. Вспоминаем правило деления смешанных чисел на целое число. Для этого нам необходимо смешанное число представить в виде неправильной дроби. Минус 15,2 умножаем на дробь обратную делителю. Минус 1,5. После сокращения получаем неправильную дробь 3,2. Теперь необходимо выделить целую часть. В результате получаем 1,12. Запишем смешанное число в виде десятичной дроби. Получили ответ 1,5. В следующем примере необходимо найти частное двух отрицательных обыкновенных дробей. Минус 5,6 разделить на минус 5,12. Для этого необходимо в минус 5,6 умножить на дробь обратную делителю. Умножить на минус 12,5. Производим сокращение. В результате получаем неправильную дробь 2,1. Выделяем целую часть. Записываем результат. 2 со знаком плюс. Молодцы! В следующем примере нам необходимо разделить два смешанных числа с противоположными знаками. 3,3 разделить на минус 2,14. Превращаем смешанные числа в неправильные дроби. 27,8 умножаем на дробь обратную делителю на минус 4,9. Определяемся со знаком. Умножение положительного числа на отрицательное число даст нам отрицательное число. Получаем неправильную дробь минус 3,2. Выделяем целую часть минус 1,1. На второе смешанное число записываем в виде десятичной дроби минус 1,5. Ребята, сегодня на уроке мы узнали правила деления рациональных чисел и научились применять их при делении целых чисел обыкновенных и десятичных дробей. В качестве домашнего задания предлагаю вам решить задачу. Минимальный уровень воды в реке Ишим, в Казахстане она зовется Есиль, по данным гидропоста, находящегося в городе Ишим, составляет минус 136 см над нулем поста. Средний уровень воды в реке составляет минус 112. Во сколько раз средний уровень воды в реке превышает минимальный уровень воды в реке? Результат следует округлить до десятых. Для тех, ребята, кто хочет поиграть в математическую игру по изученной теме, предлагаю пройти по ссылке и поиграть в игру «Самолетик». На этом наш урок завершен. Всего доброго!